Привет, мои хорошие! Я очень рада, что вам понравилась рубрика Вопрос-ответ И сегодня для вас я подготовила второй выпуск Говорить мы будем о кисточках Если вы хотите о кистях для живописи узнать больше То оставайтесь со мной Кисть это простейший инструмент Который позволяет художнику Выполнить задуманное Состоит она из волосяного пучка Из металлической обоймы И деревянной ручки Сейчас существует множество кисточек Разного размера, разной формы И разного материала Какую же кисточку выбрать нам? Первым делом нам нужно определиться Каким материалом мы будем рисовать Например, если мы берем акварель То нам нужна натуральная кисточка Которая хорошо держит воду Например, пони или белка Такая кисть позволит нам сделать Нужные нам акварельные переходы И даст нам нужное количество воды Для нашей краски Если же мы выбираем материал поплотнее Такие как гуашь, акрил или масло То отдаем предпочтение кисточкам Синтетическим Щетине или колонку Щетина дает самый грубый мазок Оставляя за собой текстуру Из-за грубости ворса Отлично подает для масляной живописи Где нам нужен такой вот грубый Объемный мазок Если же мазки нужны поплавнее То мы предпочтение отдаем колонку Дает очень плавный мазок И красивые цветовые переходы Можно с ним сделать Но колонок Очень дорогостоящая кисточка Но здесь нам на помощь приходит синтетика Потому что синтетику делают В наше время так Что она бывает и мягкая Бывает и под колонок И под щетину То есть мы можем Именно синтетические кисти Подобрать таким образом Что они заменят нам И щетину и колонок Когда мы определились Из какого материала Будем брать кисточку Перед нами встает вопрос Какой же формы взять кисть Глаза у нас в магазине разбегаются Кисточек огромное множество Но советую остановиться На более классических формах Которые позволяют нам Сделать большинство мазков Конечно же выбор формы кисти Зависит от того Какую картину вы рисуете И какие мазки вам нужны Каждая форма дает свой мазок Например круглая кисть Дает округлый мазок Плавный Также мазок в виде капельки Позволяет быстро нам нарисовать цветы Ветки, листья Очень удобная кисточка в работе Плоские же кисти делают квадратный мазок Позволяет нам быстро справиться С городским пейзажем Еще плоские кисти используют для росписей Они позволяют быстро рисовать Красивые цветы с градиентом Очень интересная техника Также существуют кисточки Плоские поукруглые Они позволяют делать и плавные И квадратные мазки Тоже очень удобные в работе Еще можно присмотреться к веерной кисточке Она позволяет нам делать Интересные приемы То есть с помощью веерной кисточки Можно быстро нарисовать елочку Травку прорисовать И еще множество интересных деталей Также существует еще множество форм Которые используются в росписи В написании шрифтов И других художественных элементов Если вы давно занимаетесь живописью Можно на них обратить внимание И купить ради интереса Но в основном используются Круглые, плоские, плоские, полукруглые Либо веерные кисточки Неважно какую форму кисточки вы выбираете Обращайте внимание на ее качество На металлическую обойму Она должна хорошо держать борт Он не должен выпадывать Также хорошо должна держать деревянную ручку Она не должна шататься Но также на металлической обойме Не должно быть ржавчины И в целом кисточка должна выглядеть крепкой Чтобы она прослужила вам долгое время Теперь давайте поговорим о том Как ухаживать кисточки Есть ряд правил Которые нужно запомнить Первое Это как мыть натуральные кисти Натуральные кисти Всегда мойте шампунем для волос Потому что если вы будете натуральный ворс Мыть мылом Либо средством для мытья посуды Он будет пересушиваться И в итоге волоски будут обламываться Кисточка будет становиться не такой набитой И в работе не будет давать вам тех эффектов Которые вы от нее ждете Если же у вас синтетические кисточки То тут можно мыть и мылом И средством для мытья посуды Они не так прихотливы, как натуральный ворс Еще нужно учитывать Если вы работаете с водными красками Такими как акрил, акварель, гуашь То не задерживайте кисточку на долгое время В баночке с водой Не оставляйте на целую ночь Сразу доставайте, чтобы кисточки не портились Потому что натуральный ворс начнет линять Также металлическая обойма будет ржаветь И деревянная ручка расшатается И кисточка уже будет непригодна для творчества Поэтому за этим тоже внимательно следите Если же вы работаете масляными красками Рисуете каждый день И вам неохота постоянно отмывать кисточки с мылом То воспользуйтесь такой идеей Как оставлять кисточки в банке с растительным маслом Растительное масло не пахнет Хорошо размягчает масляную краску на кисти И потом, когда вы снова садитесь рисовать Перед работой просто хорошо Протираете кисть тряпочкой И она уже готова к работе Без долгого мытья ее мылом Еще одно немаловажное правило Это иметь для каждого материала свои кисточки Так как пигмент имеет свойство въедаться И вообще свойства красок разные И воздействия у них на кисти разные Чтобы не было проблем в работе То старайтесь использовать для каждого материала свои кисти Ну а хранить кисточки очень просто Главное, чтобы место было сухое И хорошо проветриваемое Также для натуральных кистей нужно учесть Что все-таки желательно положить какое-то средство от моли Потому что моли она такая Когда не ждешь, тогда и появляется Поэтому рядом с натуральными кисточками Положите какой-нибудь волшебный мешочек Который спасет их от такой напасти На этом я видео буду заканчивать Надеюсь, оно было для вас интересным и полезным Если так, то поставьте мне пальчик вверх Чтобы я понимала, что рубрика будет жить Также оставляйте ваши вопросы в комментариях к этому видео На которые я отвечу в следующем вопросе-ответе Всем большое спасибо за внимание С вами была Дерри Арт Помните, рисовать может каждый Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!